Привет, друзья! Сегодня представляю вам урок по созданию гранаты. Полный цикл, хай-поле, лоу-поле, бейк и текстурирование. Уже по традиции напоминаю о том, что по ссылке в описании можно скачать исходные файлы для ознакомления в нюансах или на случай затупов, если не получается повторить какой-то элемент. И погнали! Подгрузим референс и добавим куб, для которого в N-панели установим размер 10 см. И подгоним по высоте наш референс, для того, чтобы наша модель хотя бы примерно соответствовала реальным размерам. Если что, перед этим я нашел информацию, что высота гранаты около 4 дюймов. После подгона референса можем удалять куб и создадим цилиндр на 128 сечений, из которого будем лепить нижнюю часть. Далее подгоняем под референс наш цилиндр, добавляем лупкад по центру и пару экструдов снизу. Затем добавим Bevel Weight на центральный edge. Это можно сделать через Shift-Q, если имеется Hard Ops или в N-панели под фолка. Затем добавим модификатор Bevel с выставленным Limit-методом в режим Weight. Затем накручиваем больше сечения и веса. И еще подгоняем форму под референс. И также добавляем Bevel Weight на грани снизу и сверху. Теперь добавим новый цилиндр, из которого сделаем выпуклость на центральной части. Обратите внимание, что он чуть ниже центра, если следовать референсу. И после подгонки можно прибулинить цилиндр к основе и ровно сшить сетку. Затем отделить верх и добавить скругление на кольцо, так как конструктивно она из двух половинок. Кто не хочет заморачиваться, можно просто оставить кольцо в центре отдельной геометрии. Давайте займемся верхом. Добавляем куб и ставим под референс. Экструдируем выступ спереди и добавляем цилиндр туда же. Отрезаем ему половину и сшиваем с основной частью, так чтобы переход был плавным. Затем вырезаем отверстие под штифт и выставляем его. Добавляем бевелы сверху и по бокам. Затем в центр вписываем цилиндр и экструдируем его так, чтобы получился конус. После чего объединяем его с основной частью через булеон и срезаем остатки цилиндра спереди. У меня немного заглючил булин, поэтому я также вырезаю оставшийся мусор внутри геометрии. Перейдем к созданию скобы. Добавляем плейн и подгоняем его по силуэту. Далее, как и с основной частью, через бевел вейт добавляем веса на ЭДЖИ и получаем скругление. После можно накинуть модификатор с Эльдифай и еще немного подогнать форму. Далее необходимо сделать два экструда. Сначала немного вбок, а затем вовнутрь. После чего немного поправить силуэт и доработать профиль по референсу, вручную перемещая точки. Во избежание сломанной линии после редактирования по профилю, можно воспользоваться функцией Релакс. И также добавляем недостающие скругления сбоку. Подгоняем общую ширину так, чтобы скоба прилегала кверху. И добавляем бевел на месте изгиба и на остальных кончиках скобы. И вырезаем через булеон прогал сверху. Можно перейти к кольцу. Добавляем окружность из вкладки кривых. И отодвигаем ее от центра в Эдитмоде. И поворачиваем на 90 градусов. Затем через модификатор с Крю подбираем значение так, чтобы получилось витое кольцо. И ставим его наверх, как на референсе. Теперь я продублирую кольцо и сколапшу модификаторы для того, чтобы получить основу для крепления. Удалю часть результата и воспользуюсь экструдом, чтобы продлить крепление и сделать усики. Также добавлю скругление в нужных местах и модификатор с Ольдифай. И заодно вырежу отверстие в скобе. Думаю, можно дорезать и остальное. Вырезаем по референсу отверстие по центру и отверстие со штифтом. Для того, чтобы вставить штифт точно по центру, сначала дублируем цилиндр, который будем вычитать. Оставшиеся вставляем в отверстие. А также можно вырезать полость в верхней части для большего соответствия с оригиналом. Давайте переходить к хайполе. Все элементы можно сделать через модификатор Bevel. Только перед этим я добавлю Bevel в одно место без модификатора. И выровняю переднюю часть и немного отредактирую сетку. Также прорежу каты на изгибе, чтобы Bevel не ломался. Затем выставлю недостающие веса. Если что, через Hardops можно было просто проставить их заново и убрать там, где они не нужны. Для верхней части штифтов и кольца Bevel модификатора сработал без дополнительных вправок. И этап хайполе в принципе можно считать завершенным. Теперь я дублирую всю геометрию в новую коллекцию. И удалю с нее Bevel модификаторы. И начну делать развертку. Здесь местами довольно плотная сетка. Но так как я делаю модель ради рендера, смысла в оптимизации нет. Если вы создаете модель под игры, рекомендую срезать полигонаж в соответствии с вашими требованиями или проектом. Создавая развертку, я чаще всего сначала ставлю швы по хардам, а затем расставляю дополнительные. Таким образом, чтобы UV айланды были корректными, без потягов и артефактов. А также через UV Toolkit можно добавить чекер и выровнять загогулины, чтобы далее это можно было более компактно запаковать в UV Packmaster. Еще из небольших лайфхаков могу порекомендовать некоторые объекты сначала разворачивать с Mirror модификатором, чтобы не ставить швы два раза. Просто примените модификатор тогда, когда у вас вся половина разворачивается корректно. Также для развертки под бейк напоминаю, что на харда джак обязательно должен стоять UV шоу. А также, если у вас возникают проблемы с данным этапом, по ссылке в описании есть все исходники, где можно подробно посмотреть, как расставлены швы. Далее, перед бейком нам необходимо сделать пару важных моментов. Специальный нейминг. Можете наблюдать его у меня в Outliner. Главное, чтобы были одинаковые названия у объектов для low-poly и high-poly. И соответствующие постфиксы для high-poly и low-poly. А также, поставить модификаторы триангуляции в значении 5 для всех моделей, чтобы не возникали артефакты в Marmoset или других программах. И также, модификатор Weighted Normal для улучшения шейдинга опционально. Но я предпочитаю его всегда добавлять. Переходим к бейку. Жмем на хлеб и кнопку Load в появившемся меню. Выбираем наш экспортированный файл. И выставляем 64 сэмпла, 16 бит, удобный путь для экспорта карт. И ставим внизу галочки для Normal и Ambient Occlusion, чтобы сделать тестовый бейк. Как вы можете видеть, у меня есть некоторые артефакты. Я возвращаюсь в Blender, для того, чтобы применить Scale и Flipment Normal на забагованных объектах. И переэкспортирую данную геометрию. В Marmoset, если что, файлы переподгрузятся автоматически, если экспортироваться в тот же файл. Теперь можно выбрать все дополнительные карты и забейкать еще раз. Загоняем наши карты и геометрию в Painter. Включаем бейки в соответствующие каналы. И дополнительно можно забейкать карты Position и World Space. Также для комфортной работы можно уменьшить Fof камеры. Поставить цветовой профиль Sensita Metric. И выставить высокое качество рендера. После этого можно приступать к текстурам. Добавляем папку с маской. И выделяем нижнюю часть Select Tool. И в этой папке начинаем работу с цветом. Базовый слой с цветом ирафносом. Один слой для вариации с тем же цветом, только немного сдвинутым тоном. И третий слой таким же образом, только с другим гранжем. Для вариации подойдут любые шумные гранжи в заливку. Далее в новой папке добавим слой с гранжем Crystal 1. Отрегулируем по контрастности и размеру, чтобы получились небольшие точки. И немного выдавим их кейт каналом и выставим roughness выматывай. Этот слой можно скопировать и добавить в него точки Dirt Tree и отключить roughness канал. Интенсивность выдавливания нужно настроить так, чтобы бугристость была едва заметна. Далее я дублирую слой и подгружаю в него царапины. Немного вдавливаю, меняю цвет в более светлый и оставляю матовый roughness. Теперь добавим в краску новая папка с черной маской и заливка градиентом через Planner Projection, который ставим повыше, чтобы образовалась полоска. И слоем внутри папки добавляем цвет с roughness и высотой. А также в режиме наложения можно выставить режим Value для того, чтобы стереть фактуру под краской. Затем фильтром Warp можно добавить немного волнистости для краски и заливкой поверх с вычитанием немного стереть слои. Вернее слой. Внутрь папки я также добавлю еще слой с маской по курватуре с фильтром Warp и немного поднимаю цвет. В основной папке через Paint также можно нанести текст на нашу модель. Далее в папке с цветами я добавляю слой с Ambient Occlusion генератором, смещаю цвет слоя в бурый и roughness в матовый. Затем для разнообразия в глоссе добавляю слой поверх всех и добавлю гранж Размазни с глянцевым рафмасом, небольшим выдавливанием и смещением цвета в темный тон. Теперь можно заняться верхом. Новая папка с маской и первым слоем, в котором крутим металлик в единицу, светло-серый цвет и матовый рафмас. Затем из библиотеки фильтров можно перетащить эффект оцинковки и настроить его под себя. Также после всего этого добавим новый слой без гранжа для вариативности, применив на него темный цвет и более матовый рафмас, чем в базовом слое металла. В последнем можно добавить светлые металлические царапины через генератор, а также загрязнение через Dust Occlusion генератор, в слой, в котором также ставим темный цвет. Приблизительно то же самое делаем для кольца. Я создаю ему отдельную папку с маской, металлический слой и фильтр из библиотеки с фактурой хлопьев. Затем я добавляю слой с гранжем, матовый рафмас и темный цвет. И последним слоем также идет генератор для царапин. Далее в папке с материалом для кольца я дублирую первый слой, немного смещаю ему цвет с рафмаса и через маску наношу этот слой на штифты в верхней части. То же самое делаем для скобы, только я решил скопировать всю папку с материалом краски, нанести ее на скобу, убрать желтый цвет и немного сместить рафмас и цвет в базовом слое, для того, чтобы скоба отличалась от основной части. Текст я решил переделать, так как первый вариант мне не нравится. По-хорошему его нужно было собирать в фотошопе с нужными шрифтами, но ленивый вариант в этой ситуации тоже неплохо выглядит. При желании можно добавить ржавчину, это у нас стандартный материал, генератор Dust Occlusion и Paint Multiply поверх, чтобы немного выделить только некоторые области. И последним слоем добавим гранж с пылинками, со светлым цветом, пиматовым рафмасом. Если мало, таких слоев можно сделать несколько с разными гранжами-точками. Далее можно отэкспортировать наши карты на диск и назначить их в мурмесете на нашу low-poly модель и отрендерить. Как всегда напоминаю о том, что по ссылке в описании вы можете скачать исходные файлы для ознакомления и более подробного изучения, а также у меня часто спрашивают видео без монтажа с процессом. И я думаю, что могу выложить какие-то отдельные этапы, например, развертки и текстурирование по гранате, если с этим запросом наберется хотя бы 5 комментариев. Всех благодарю за просмотр и надеюсь, что этот материал помог вам в изучении графики или поможет в будущем, если данный урок показался сложным. Продолжение следует...